итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас четверг 16 апреля и давайте посмотрим на графики евро и фунтов видим что волатильность в рынок возвращается возвращается хорошие интересные движения вчера я давал несколько рекомендаций можете посмотреть в целом они хорошо себя отработали особенно продажи от 09 40 как по европейской валюте так и продажи от 25 73 по британскому фунту и сегодня я думаю что движение вниз скорее всего сохранится но необходимо выполнить несколько условий прежде всего появились хорошие новости о том что экономика германии будет уже открыта с 20 апреля то есть со следующего понедельника также вчера американский президент дональд трамп провел телефонный разговор с руководителями крупных компаний на тему открытия экономики и возобновления работы что также видим мы позитивно отразилось на европейской валюте на спрос на рисковые активы но я думаю что все таки те глобальные проблемы о которых я говорил во вчерашнем обзоре которые в принципе и так довольно думаю всем понятны будут толкать в ближайшее время вниз европейскую валюту что приведет к укреплению прежде всего американского доллара против евро против британского фунта поэтому мой расчет будет основываться именно на этом вчерашние данные по изменению объем розничной торговли если мы посмотрим экономический календарь торговля упала сразу на 8 и 7 процента ожидала снижение на 8 и всего лишь на 8 процентов после сокращения феврале на 0,4 все это указывает на серьезные проблемы но и видим что другие производственные показатели объем промышленного производства также очень очень сильно пострадали и говорить о том что экономика быстро остановится после текущей пандемии конечно будет неправильно как и рассчитывать на быстрое укрепление европейской валюты и британского фунта выступали вчера на представители федеральной резервной системы говорили они о том что не стоит ждать резкого всплеска инфляции после возобновления роста экономики во втором полугодии что опять же оставляет процентные ставки на нулевых значениях и в целом говорит о том что американский доллар будет пользоваться спросом до того момента пока рынок все-таки не поймет что началось восстановление экономики и не переключится на рисковые активы давайте технической картине видим здесь у нас есть сопротивление 0905 коррекция к нему формирование сложного пробоя в первой половине дня прямой сигнал к продажам ну я думал как я отмечал принципы вчерашних обзорах что медведи будут стремиться к концу недели на уровень 08 35 попытается его пробить видим у нас сформировано уже нисходящее движение попытается его пробить и вернуть пару на 0772 здесь покупки сразу наскок покупки 08 35 я думаю дадут нам коррекцию 35 40 пунктов внутри дня но и важный момент важный акцент этот диапазон 0905 сюда видим средний скользящий подтягиваются поэтому если медведи все-таки удержат этот уровень то вполне верятное давление на евро сохранится если активных продаж на 0905 нет лучше всего отпустить рынок и подождать обновление более крупного сопротивления 09 65 и здесь открывать короткие позиции сегодня сразу на отскок в расчете на продолжение медвежьего рынка что касается британского фунта здесь мы также видим очень крупное падение порядка 170-180 пунктов видимо были у нас и продажи после такого резкого роста 25 73 но и на мой взгляд пока мы находимся ниже 25 0 1 давление на фунт будет сохраняться будут конечно быки пытаться вернуть себе рынок но из экономических данных сегодня у нас по великобритании ничего в целом интересного не выходит по еврозоне ждем инфляцию в германии ждем числа первичных обращений за пособие по безработице в сша очередные 5 миллионов заявок за апрель это очень очень много число повторных заявок его в общем вовсе 14 составляет это конечно каких покупках тут может идти речь особенно если мы говорим про фондовый рынок поэтому весь акцент на покупки я думаю американского доллара должны быть сведены поэтому британский фунт формирование ложного пробоя на 25 0 1 в первой половине дня продажи сразу на 24 02 и затем я думаю нам открываются минимум 22 94 может быть какая-то остановка и на 23 60 где-то чуть ниже 23 50 но думаю ключевая цель будет 22 94 если все таки мы выбираемся выше 25 0 1 активных продаж на этом диапазоне нету в первой половине дня то в таком случае лучше подождать опять же повторного обновления 25 73 и открывать короткие позиции насколько этого диапазона с коррекцией 60 70 пунктов внутри дня думаю будет вполне достижимы эти цели всем удачи и и